Ну что, сегодня у нас по контенту ферма в Арабских Эмиратах. Как открыть ферму, цены, метраж. Все расскажем, все покажем. Подписывайтесь на канал и смотрите видео. Настоящая эмиратская ферма. Народ, всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня мы с вами на настоящей эмиратской ферме. Наш друг Сунил из Непала. Он сделал это. Он выкупил на три года землю. Садит здесь овощи, фрукты. Ну, остальное-то. Мы вам все расскажем, все покажем. Расскажем цены, как все это сделать. В общем, сегодня у нас в Эмиратах ферма. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну, поехали смотреть, что же это такое ферма в Эмиратах. Ребята, привет! Вот мы и на ферме. Вот стоит такая будочка трансформаторная. Кстати, за трансформатор надо платить 65 тысяч. Надо купить 65 тысяч дирхам. Вот мы и на арабской ферме. Вот так вот. Сейчас посмотрим все. Работники есть. Прекрасно. Сунил решил засадить здесь бамию. Это такой зеленый, наверное, овощ. Конечно, не фрукт. Покажем вам картиночку. Фиговое дерево. Фиговое дерево. То есть не только бамия здесь будет расти, еще и фиговое дерево будет расти. Так, похоже, масочку здесь можно приспустить. Вот сейчас Сунил будет показывать, рассказывать про ферму. Как мы это называем? А, кабачок, точно. Сказал, через два месяца точно будет готово. А вот тыквочки, да, даже там есть. Тыквочки есть. Травка. Он же сказал, только бамию засадят. Странно. Не, ну хорошо, правильно. Одной бамию сыт не будешь, я вам так скажу. Видите, какая, значит, большая очень территория. 200 на 200 метров. И если раньше как-то правительство само, по словам Сунила, просила фермеров засаживать зеленью и давало 7 тысяч дирхам в месяц на это, то теперь Сунил арендует за 400 тысяч дирхам на 3 года. Вот такая вот ферма-штучка, знаете, очень мне мою дачу напоминает. Ну, конечно, с другими растениями, но вот такая же пыльная дорожка. Много растений растет. Только по сторонам моей дачи еще были шелковицы, абрикоски. Здесь, наверное, такое прямо и не высадишь. То есть это все владение Сунила, не Пальца, который решил здесь сделать бизнес. Вот его сотрудники. Говорит, дядя вон в белой рубашке с левой стороны. Ну, они здесь все. Братья, сестры, дяди. Сейчас еще ближе подснеем что-то. Ну, вообще, интересно, конечно. Мы давно просились к нему на ферму. Сейчас, наконец-то, появилось свободное время. Вот знаете, что мне эти поля напоминают? Такие рисовые поля во Вьетнаме и на Бали. А видите, как поливочная система? Здесь шланги проведены. И каждая травиночка буквально. Посмотрите, какой шланг. Помню, с отцом на даче просто накачивали. Там шланг кто-то держал, кто-то качал насос. А здесь, боже мой, посмотрите. Посмотрите, просто это все в шлангах. Просто шланги проложены. Вообще круто. Ну, тут, конечно, к воде такое отношение. Воды нет, но ее доставляют. И вода должна быть. Сонюш, это уже Наташе порассказывал там. С ребятами стоит. Кстати, за электричество завода тоже, конечно, сонил платит сам. А здесь, наверное, еще ничего не засажено, только подготовлено. Я так понял, это какая-то трава, типа, для верблюдов или что-то такое. Наташа спрашивает, есть ли змеи. Говорит, змеи нету. Змеи тоже будем высаживать. Идем к людям, можно к людям подойти. Это что за трава такая? Это для верблюдов, услышала? Это в арабском называется джет. Это для верблюдов. Каждые 20 дней они ее косят и новое продают на ферме. Ага, то есть каждые 20 дней уже заработок есть. Супер. А вот смотрите, какая прям пустынька здесь. Вот, смотрите, друзья мои. Землю привозят из этого, из Омана. Это не та земля. Я не про землю, я про реально, как будто мы в пустыне, знаете. Вот вышли из Зеляйна, выехали, вот она, пустыня-то. А то понасаживали зеленью тут. Ну так и не понимаешь ты где, в Эмиратах. Нет, я не верю, что я в Эмиратах. Мне кажется, я где-то вот Вьетнам или Более. Реально и пальмы, и люди работают, будто рис собирают. Ну интересно, интересно. Сейчас. Да, да, идем, конечно. Просто камеру стараюсь нести аккуратно, не трясти. Вот какие они, владения фермы. Так что, друзья мои, в принципе, все реально. Хотите ферму в Эмиратах 400 тысяч дирхамов за три года. Ферма ваша. Не знаем, конечно. Желаем Сунила, чтобы бизнес у него получился. Ну, наверное, это сложно, конечно. Да, и деньги приличные. Очень приличные. Особенно в коронавирус. Но опять-таки, еда, овощи, фрукты. Это все, конечно, котируется. Это все котируется. Не знаю, вам видно. А там дальше горы, горы и песок. Значит так, в этой будочке мы уже засняли перед этим, что находится в середине. Находится система по выкачиванию воды, по поднятию воды на поверхность и ее опреснение. Вода находится на глубине 200 метров, но эта вода очень соленая, поэтому ее надо опреснить. И поэтому там стоят мощнейшие фильтры, которые вот эту воду опресняют. И эта вода постоянно, круглосуточно должна быть опреснена и поступает вот сюда, в поливочную систему. А сейчас мы пойдем посмотрим, как люди работают. Значит, Сунил сказал, что на него работает. Он нанял шестерых людей. Каждому он платит полторы тысячи дирхам в месяц. При этом он платит аккомодейшн, то есть жилье, пищу и визу. Ну, Сунил молодец, что я могу сказать. Да, сейчас мы пойдем, нам разрешили, но мы пойдем посмотрим, как люди работают. То есть они вот... Что самое лучшее может быть, смотреть, как работают другие люди. Это да, идем. Надеюсь, вам слышно, как птички поют. Очень здорово. Ну, вот, пойдем посмотрим, как люди работают. Ну, шо ж, не только же мне одну в школе пахать. Наташа интересуется, можем ли видео сделать. Ну, молодец, вежливо. Я просто бы делала, я бы даже не спрашивала. Спрашивает трава для верблюда. Слушайте, как все-таки удивительная поливочная система шланги. Это просто что-то. Каждой травиночке проведен шланг. Каждой. Хеллоу. Нарезали уже сколько, ребята, смотрите. Ну, я как вспоминаю, как сорняки на даче полуют. Мама родная. Жить не хочется. Наверное, молодой человек застеснялся, меня ушел куда-то. Ну, ладно, ничего страшного. Вот такая вот трава для верблюдов. Очень популярная, видимо, отвозят, продают. Честно, не знаю, сколько пучок такой травки стоит. Сколько же можно-то, чтобы отбить эти 400 тысяч за три года. Ну, я надеюсь. Надеюсь, что у Сунила все получится. Кто знает. Может, мы когда-то захотим себе завести. Завести такой уголок и заработать денег. Да, наймем себе шесть ребят. Лучше шесть девушек из Украины или России, или других стран СНГ. Почему нет? Наймем наших и... Не, не шучу, конечно. Это, конечно, трудацкий. Расскажу вам про землю. Так как в Эмиратах земля небогатая, то всю землю привозят из Омана. Оман здесь рядом. Мы живем в Эляйне, на границе с Оманом как раз. А вот компостик. Компостик из верблюдов состоит. Точнее, от верблюдов, да. И коровок. От верблюдов и коровок, вот. Нам Сунил рассказал, точнее, Наташе. И вообще, видео сначала чуть не ляпнуло, что компост из Омана. Ну, бывают такие, как бы, по капчике блогеров. Ну, конечно, исправилась, пересняла. Вот снова. Ну, поливочная система. Но елки зеленые. Посмотрите, даже травы еще нету. Они сейчас сорняки, что ли, питают. Ну, посмотрите. Вот везде, 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 везде. Каждая травиночка просто вот с землей. Ну, это кайф какой-то. Это ж как люди думают, да? Как люди думают, как люди морочатся. И сколько денег и воды на это все уходит. И, конечно, электричество. Кстати, компост не пахнет абсолютно. Это земля. Вон компост, наверное. А ну, давай пройдем. А теперь мы думаем, что это земля. Да, что что-то оно вот фекалиями не отдает. А чего? Компост не обязательно. Ну, не отдает. Давай посмотрим еще вот там. Вот, может, компост все-таки вон он где находится. Мы здесь по ферме ходим. Вот грабельки. Теперь смотрите. А ну-ка сравните с нашими. Вот, эмиратские народные грабли. Смотрите. Теперь мы думаем, что вон, наверное, компост лежит. Поскольку он действительно должен лежать где-то, наверное, не на поверхности. Ну, я тоже запах особо не чувствую. Это компост, а вот пустыня. А вот земля пустыни. Еще раз. Компост, пустыня и сено уже. О, сено. Сено, пальмы, красота. Идем, там еще какая-то травка хочу спросить. Другая травка. Наташа, вот травками интересуется, народной медициной. Сейчас еще глянем. Ага, здесь вот у тебя пустынька. Да, скажите, никогда вам песок не показывала. Показывала песок только на пляжах Абудаби и Дубаи. А тут иду, действительно, пустыня. Пустыня, мы в пустыне. Ну, как же классно ее просто насадили и облагородили. Элянь, зеленый город с кучей молов. Абудаби, столица с кучей достав. А Дубай вообще космос. С кучей молов, пляжей, достав и всяких мест для туристов. Ну, классно, конечно, Эмираты. Шейхзайт, конечно, сделал большое дело. Ну, идемте дальше, там травки посмотрим всякие. Вот, смотри, какая тачечка прикольная. Вот такая тачечка. Жовтый блокит на класс. В общем, я так понимаю, пока урожай только точно можно продавать с этой верблюжьей травки. А все остальное только высаживается, он только ждет. Ну, а почему выгодно? Подумай. Нет, я не говорю, что невыгодно. Я не говорю, что невыгодно. Я говорю, что уже работает только травка верблюда. Фермы рядом, это транспортировка минимальная. Может быть, даже приезжают за ней, забирают. Да, наверняка на фермы приезжают. А верблюдов полно, им кушать надо. Это ж не то, что люди купят, не купят пучок по одному дирхаму, да? Ну, в принципе, здесь очень зелень популярна. Да, зелень здесь, конечно, да. И очень разная. Заходишь и, не знаю, на доллар можно 4 пучка хороших купить. У нас половина такой зелени, но, если честно, скажем так, мы ее даже не считаем. Ну, как сорная трава, даже не знаем. Но на самом деле она... На самом деле люди ее едят здесь. И не потому, что от бедности или почему, а потому, что она полезна. А мы ее не знаем. Вот стоит Сунил, владелец фермы с его работниками. Вот это вот просто красивые узоры. Дюны, барханы. Сейчас дюна прокатится. Красивые узоры. На пустыне от песочек не убрали. Вот Сунил в такой специальной футболке, кстати, как когда ты на пляже и не хочешь сгореть. У меня тоже такие футболки есть уже. Да сгорало здесь хватит. Вот красавец-босс. Да, Сунил из Непала, знаю его уже 6 лет. Все время в Непал приглашают. Да, уже почти собрались ехать, но, но, но. Коронавирус бьет. Да, идем. Это, наверное, финиковые пальмы. Ну, финиковые, конечно. Здесь только, по-моему, пальмы финиковые. Вот Наташа ведет куда-то, хочет что-то показать. Вообще, знаете, хорошо, что намазалась. Наташа-то с длинным рукавом. А я отдела короткий. Так подпекивает солнышко. Скажу, уже апрель. И жара уже в 8 утра дикая. Как это что такое, не знаю. Непонятно. Есть такая вот бусина, фрукт. Желтая, а есть уже такие засушенные. Вот, Наташа про какой-то траву спросила. Он говорит, это для козочка. Вот рядом ферма с козочками. Сейчас посмотрим, глянем. Это не Сунила ферма, у него не животные. А вот и знайм. Мы заглянем. Это мне вообще террористник напоминает какой-то начинающий, растущий. Сунила, что такое Себлю, мы не знаем. Знаете, как иногда мне пишут в комментариях, а вы спросите у местных, а что же я у них спрошу, если они мне на местном трепет. Сунила, эти три выглядят как черри. Да. Это не черри? Видите, здесь есть цвет. Да, я видел, это белый цвет, но я не понимаю, что это. Это сетч? Я не знаю. Я не знаю, что это, честно. Наташа, наверное, что-то такое узнала. Она часто у всех этих вот садах специй, в экскурсионах на Шри-Ланке, в Индии. Она там любит растирать травки, с гидами там что-то нюхать, смотреть. Лимонград ты имела в виду? Ну, что-то вот такое похожее. Ой, какие кустики зеленые. Я надеюсь, вам цвет передается, потому что, ну, такая зелень в пустыне, ну, это класс. Шалфей, нет? Может, шалфей, я не знаю. Уже напомню вам, что Наташа спрашивала про змей, скорпионов. Нет, здесь нету. Они дальше в пустыне, когда уже похолоднее. Горы, песок такое. Жару они не любят, тем более люди пошарудят. Змеи уйдут. Чего им нас атаковать? Делать им больше нечего. Вот, сунил, босс ходит. Сейчас босс что-нибудь покажет и расскажет. Что-то странное. Пришла, что-то зашуршало. Пойду-ка я быстрее. Да, ну, Наташа говорит, что это для овечек, для козочек. Ну, то есть, выгодно, да? Взял, срезал, пошел, продал через забор все там козочки. И нормально. То есть, транспортировка минимальная практически. Ферма в пустыне. Затрасы транспортировку минимальная. Это круто. Сунил что-то зовет показать сейчас. Как бы перейти еще. Зеленая. И не упасть. Ну, почти не упала. И вот я здесь. Вот моя тень. Похоже, шея уже обгорела, как обычно. Хотя я намазалась. Вот идем. Я так думаю, это пальмы. И пальмы здесь обычно только финиковые. Красивенные. Ой. Споткнулась об поливочную систему. В общем, бесполезное существо. Что на даче, что на ферме. Только спотыкаюсь и что-то порчу. Помню, как-то папа мне попросил прополоть. Так я и морковку повыдергивала. Откуда же знала, что морковка это каша почти как сырники. А вот финички, кстати, начинают расти уже здесь. Это вот желтенькое, а это финички уже. О, курицы. Подожди, это сунила курица? Да, там их полно. О, вот смотрите. Кстати, редкие животные в Аравийских Эмиратах. Курочки. Оказывается, у сунила еще и курица есть. Но это точно выгодно. Потому что когда он нас вез, он сказал, что у него ферма только на растения рассчитана. Ух ты, елки, просто толпа куриц. Ну вот, да, я в Аравийских Эмиратах снимаю куриц. Прикольно. Давайте к этим гордым кисам подойдем ближе. Да, их просто огромное количество здесь. Чувствую себя Уилфрендом Тессиджером, двигающимся по пустыне. Ох, еще под теми деревьями. Ну все, сунил богатый человек. Хороший, в принципе, парень, дай бог, чтобы у него все сложилось. Сейчас ближе подойдем к деревьям. Когда здесь финики, вообще балдеж. Вот, желтенькие, желтенькие, желтенькие. Попробую пальму эту двинуть. Ох, какая такая твердая. И вот это вот финики, будущие финики. Ох, а такой жесткий ствол, еле подняла. Думала, мягкий. Не, не так все просто здесь. Что-то еще там Наташа рассказывает. Пойду, узнаю. Опять за шланг зацепилась. Что ж такое-то. Олечка, поднимай ноги. О, вода, красивенько, красивенько здесь. Боже, вода, прям счастье. Сейчас такая жара, я вам передать не могу. Наташа там что-то рассказывает. Надеюсь, подсниму вам это. А вот, наверное, уже чужая ферма. Вот, нам принесли кофе. О, это вот. О, вот. О, спасибо. Это как карак или это. Спасибо. Вот, дядя Сунила принес нам кофе. Классный? Да, супер. Спасибо, спасибо. Украина. 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 Когда говоришь, и Украина, не все понимают. Говорят, украиня. А, украиня. Европа, Европа, да. Ты из Непала? А, значит, такие дядя Сунила, да. Курочки, говорим, вашим, говорит. Да, вкусные, наверное. Ями, ням-ням. Курочки, ням-ням, ну, ничего. А, они живут здесь? А, вон курочки, где живут. Наташа говорит, можно ли пойти посмотреть. Посмотрим, как живут местные курочки. Ну да, сейчас у вас впервые на этом канале мы снимаем номера. Обзорка номеров отеля «Куриц». Так, теперь я башкой треснула здесь. Да что ж такое-то, слушайте. Хорошо, что в лазере было. Ну, вот курочки, если вам видно. Вот, кто-то захотел из них выйти, кто-то не захотел, кто-то гуляет. Все-все, ухожу, ухожу, у него выпить. Что там? Голуби. Красивые. Красивые голуби? Может, на свадьбы, типа? А-а-а. Ну, давай спросим, для чего. Да, это, наверное, у меня такой голубь точно на свадьбу. Видите, такой, с такими лапками красивыми. Здесь разводят голубей, какой у нас было раньше. Любят голубей разводить. Ну, да, здесь голубей любят, но у нас так это, такие непопулярные птички сейчас. Ну, потому что вот, да, 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 точно были голубятни. О, смотрите, водичка, которая, я так понимаю, опресняется. Давайте ближе подойдем, посмотрим. В общем, интересная штука ферма. Но меня радует, знаете, такое впечатление, я на даче, но приехала не работать. Вот это класс. Ой, вода, класс, 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 обожаю воду. Ой, шикарно. Вода вообще прозрачная, не знаю, просто я со стороны тени так села, вам видно. И выходит вот в тот исток. Вот шли показать вам козочек, хотим зайти к соседям. Вот финики, ну, смотрите, нашла наконец-то. Ну, не готовые, конечно, зеленые. Но уже такие вот почти ягоды, почти ягоды. Почти ягоды, да, давай. Он сказал, что вот с этой территории они продают правительство эти в Дубай. Ого, в Дубай правительство? Да, ну, так сказал он. И они имеют с этого в год 60 тысяч дирхам. 60 тысяч дирхам в год с фиников. Ну вот, все цены озвучим вам в комментариях. Если да, если правда, то выгодная тема. Хотя, снова-таки, меня смущает цифра, мама дорогая. 400 тысяч дирхам за три года. Ёлки зеленые. Это ж какие деньги. Вот Наташа еще нашла травку, говорит, надо ее снять. Ой, что такое? Это листья. Листья, да, желтенькие. Вообще, мне подорожник напоминает. Большой только. Ну, это не подорожник. Нет, конечно, нет. Видите эти вот такие прожилки красные? Они тоже эти листья видят, что ли? Да, они мне теперь уже бурячковые листья напоминают. Да, похоже. А вот такая вот травка, которая только сходит. А мы такие садоводы. Пишите в комментариях, что это такое. Помогите нам. Помогите молодым садоводам определиться с их будущим. Судил говорит только на арабском. Если спрашиваешь, он говорит название на арабском, понятное дело, что спрашивать здесь, ну, смысла особого так нет. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях. В общем, кто знает, комментики, что за травка такая. Буряк, но мне кажется, они просто едят. Не, ну, явно не буряк, он не желтый такой. Так, ну, мы все-таки пытаемся, попытаемся дойти к козочкам. Нашли, думаем, что сорняк. Не знаю, что такие сухие какие-то гороховые ветки. Ломаются с треском. Их здесь много. Мы, может, не знаю, подкормка кого-то. Нам скажут, что вы делаете. Забыки будики рассказывайте. Мы понасажаем сунилу здесь урожай. А через сколько, он сказал, бамья будет, зайдет? Через 2 недели. Через 2 недели. Вот та территория. Вон, 2 недели. Через 2 недели, вон, за этими... Дальняя территория. Год с травой. Да, это вот травка для козочек. А вот следующая уже бамья. Начинаем двигаться ближе к соседской ферме с козочками. Ну вот, смотрите, вот он, кабачок и тыквочка. Ой, какой красавчик. Да, такой малюсенький пока еще. Ну, выгодно. Садят, значит, выгодно. Так, снова показываем просто сумасшедшую поливочную систему. Аккуратненько перехожу. Ибо пару раз я за шланги уже зацепилась. Ну, это просто такая... Такая красота. А ну, скажите мне, что это за трава? Наташа тут срывала траву. Говорит, что надо выяснить, что это. Ну, как обычно, мы знаем только арабский вариант. Поэтому сказать вам не можем сами, что это. На английском есть такой сэч. Сэч полынь или... Ну, это не полынь еще раз. Так, что у нас здесь такое? А, тоже. Тоже, 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 тоже. Ой, пиквочки такие хорошие. Такие маленькие, уютненькие, хорошенькие. Чего скоро продадут? Ну, дай-ка я сюда кройду. Просто красота. Завернула за угол. Сейчас буду подходить к козочкам. Очень громко работает трансформаторная будка. Ну, я с микрофоном, надеюсь, вам будет слышно меня, а не будку. Ух ты, какие красавицы. Ой, честно, я с далеками не напомнили собачку афганская борзая. Есть такая, с такими ушами и вытянутой мордочкой. Здравствуйте, козочки. Я такая вас поснимаю. Не надо меня бояться. Прекрасное животное. Слушайте, напоминает афганскую борзую сзади. Теперь они повернулись ко мне все. Привет, дорогие. А тебе не напоминает собачка такая? Есть афганская борзая сзади. Красавицы какие. О, хоть немного передышу, там люди работают. Ну, такие козочки красивые. Ну, так они тоже эту травку едят, по-моему. Да, какую же они еще травку будут есть? Ну, если я ее ела, то почему бы и нет, да? А, вы заметили что-то желтое у них на это чипирование на ушках? Ага, да. Я только сейчас из-за солнца я не заметила сначала. Я без очков сейчас, только в бейсболке. Да, это правильно. Вот, и чипирование желтое в ушке есть. Значит, овца принадлежит к определенной ферме. Прикольно. А, красавица. Сурики такие милые. Даже не видела раньше так близко, наверное, козочек или не обращала внимания. Вообще, в Эмиратах. Это же не козы. А, кто это? Это овцы. Это овцы? Да, конечно. Козы все-таки с рожками. Прошу прощения, друзья мои. Это овцы. Конечно же. Хотя, видишь, это прямая шерба у них. Это овечки, козы-то с рожками. Симпатюльки такие какие-то. Ну да, так овечек-то я вообще точно не видела. У меня их в селе и не было, когда я приезжала в Беларусь. В общем, сплошная милота. Поставьте лайк за милоту. Самое время. Вот в таком они находятся, ангарчики открытым. Конечно же, чтобы они и гуляли, и попить у них было, и поесть. Ну вот, скажу вам так, вот сейчас только в этом квадратике тени. Конечно же, они там все стоят. А так жара просто дикая уже. Вот такая ферма. У нашего друга Сунила. Ну, наверное, это выгодно все-таки. Надеемся, что это так. Вы думаете, мы закончили? А нет. Отошли мы от наших козочек, которые напоминают афганскую борзую. А тут вообще другая порода. Ой, козочек. Ну что я опять говорю такое? Прошу прощения. Овечек, барашек. Ну, ребята, они... Ой-ой-ой. Ой, а вон с рогами. Какие красивые. Тоже чипированные. Малыши какие славные. Ребят, не волнуйтесь. Мы только снять видео. Баран какой красивый. Мужик один, да? Баран такой. Похож. Смотрите, какие красивые. Ну, тут шерсть обалденная какая-то вообще. Так, ну все. Наверное, пойдем что-то. Это какие-то такие напуганные. Да они тебя испугают. Микрофона что ли? Ну все, все, малышатки мы уходим. Ой, смотри, побежал к мамке. Вот такую травичку они ели. Не лень вам вот это вот. Как вкусно. Ну все, наверное, пойдем что-то такие напуганные. Да они тебя испугаются. Микрофоны что ли? Ну все, все, малышатки мы уходим. О-о-о. Ой, смотри, побежал к мамке. Слушайте, народ, я перегрелась. Смотрите, фрукт, да, вот лежит здесь. Фрукт лежит. Такой видно. А я думаю, что рядом за фрукт лежит? Вообще уже температура уже точно в 45, наверное. А это же мячик просто массовый. Ну вообще уже. Чтоб он не заходил, наверное. И дай ему микрофон, чтоб он рассказывал. Или как, а потом переведем или как. Он же просто будет это. Да. Сунин хочет нам про систему рассказать. Микрофончик у меня. Это самый новый трансформатор. Вода чистой делает. Вода делается чистой. Вода опресняется. Здесь очень дорогой. Вот такая системка стоит 200 тысяч дирхан. Но она классно опресняет воду для фермы. Кстати, деревья здесь тоже очень красивые. Я не знаю, как по-английски. Ведь не знаю, как по-английски напоминает нашу акацию, да? Я даже не знаю, как по-английски. Ну, видишь, это колючочки есть, маленькие листики, потому что это, чтобы влагу не пропускать. Да, небольшие колючки. Медоносные, поскольку кружится очень много этих... Очень много пчел. Пчелок. Красивое, да? Да. Красивое дерево. Интересная ферма. А вот на дереве такая маленькая птичка была и полетела. Опс, какие они быстрые. Ой, такие приколы. Санил спрашивает, вам курочку дать? Вы что, куриц не любите? Я говорю, люблю только в бельяне, готовую уже. Ну что, народ, как вам сегодняшнее видео? По-моему, очень полезное. То есть, как простой непальский парень может арендовать здесь целую ферму. Вот такие вот у нас сегодня события. Все в деньгах мы вам описали, рассказали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много всего интересного. И не забывайте комментировать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok